ДИСК Напоминаю, этот отзыв – часть моей новой публицистической книги. Белли Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами Тайного общества ДИСК. Она – сборник моих отзывов на книги указанных писателей, с учётом возможной их конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Электронную версию книги можно будет приобрести по ссылке под роликом. Книга «Бронзовый топор» – это первая книга в межавторском цикле произведений Ричарда Блэйди. Вышла она в 1969 году. Тут была иностранная фамилия, поэтому я лучше засчитаю. Автором книги был американский писатель Маннинг Ли Стоукс. Если верить лаборатории фантастики. Он написал о Блэйде 8 произведений, 7 из которых переведены на русский язык. Кстати, сам Михаил Ахманов пишет, что под псевдонимом Джеффри Лорд скрывался американский писатель и издатель Ингел. Честно говоря, не знаю, как это понимать, да и честно говоря, пока я знать не хочу. Как уже сказал, меня интересуют только русские переводы на этих книг, переводы их на русский язык, с учетом их возможной конспирологической составляющей. Вот, кстати, как выглядит одна из обложек книги. В плане же конспирологии бронзовый топор очень интересен. Не знаю, интересен ли так оригинал английский. Нахманса не скрывал, что сделал не переводы, а более чем вольные пересказы. Но пересказ Нахманса в плане конспирологии, повторяю, очень интересен. И он настолько меня заинтересовал, что я перед тем, как работать над отзывом, перечитал бронзовый топор два раза. В бронзовом топоре Ричард Блэйд впервые попадает в другую вселенную. И попадает совершенно случайно. Изобретатель суперкомпьютера, который перенес туда Ричарда, Лорд Лейдон, понятия не имел, когда я усоздавал, что компьютер вдруг будет, окажется, обладает таким свойством. Компьютер был создан с совершенно другой целью. С целью закачивать информацию человеку в мозг. То есть временно соединять мозг человека с компьютером и не учить человека чему-то, а непосредственно вводить ему нужные знания в мозг. Кто видел киноэпопею «Матрицу», тот помнит, как таким путем Нео мгновенно изучил джиу-джитсу, а Тринити мгновенно научилась управлять вертолетом. Поскольку компьютер просто ввел в их мозг необходимые знания и необходимые навыки для этого. Именно в этом была и цель работы данного английского лорда и английского профессора Лейдона. И вот вдруг, тем не менее, вот этот компьютер, предназначенный совершенно для другого, дал вот такой вот неожиданный эффект. Начал переносить Ричарда в параллельные вселенные. Это, кстати, очень интересно само по себе. И думаю, в дальнейших отзывах мы поговорим об этом поподробнее. Но самое интересное здесь другое. В ходе этого эксперимента Ричард попадает в такой мир Альбы. И что здесь еще интересно? Это единственный мир, в который пришлось попасть дважды. Точнее, впрочем, здесь будет сказать вроде бы дважды. Действие происходит в 1968 году. И тогда Ричард попал в Альбу в первый раз. Второй раз он попал туда в 1994 году. В повести «Кровавые луны Альбы». Кто автор «Кровавых лун Альбы» по сей день неизвестно. Нахман сам на своем сайте написал, что он не вправе раскрывать их имена. Судя по псевдонимам, авторы – мужчина и женщина. Перед тем, как начать работать над данным отзывом, я перечитал и «Кровавые луны Альбы». Самое интересное в «Кровавых лунах Альбы» то, что это откровенно богоборческое произведение. Врагами Ричарда в этом его путешествии в прямом смысле слова становятся не люди, а боги. Потусторонние сущности, которые живут по ту сторону смерти, скажем так. И между этими сущностями идет борьба за власть над миром Альбы. И Ричарду в прямом смысле слова приходится вступить в борьбу с самими богами. Но есть одна оговорка. В 1994 году Ричард попал не в ту Альбу, а в другую. Если смотреть с теорией Роберта Бартини, то эта Альба находится не на объеме времени, а на плоскости времени. Но на плоскости времени не относительно нашего мира, а относительно мира первой Альбы. Альбы, в которую Ричард попал в первый раз. А поэтому вопрос, кто противостоял Ричарду при первом его опыте попаданца. Люди или боги вообще-то остается открытым. И в полной мере мне на него ответить не удалось. Надеюсь, дальнейшая работа позволит мне дать на него исчерпывающий ответ. Впрочем, даже сам факт того, что кровавая луна Альба – это откровенно богоборческое произведение косвенно, но зато весьма весомо, подтверждает мою гипотезу о том, что цикл русскоязычный цикл. А Ричарда Блейде – это конспирологический цикл. И есть еще одна деталь, которая пусть косвенно, но тоже весомо. Но подтверждает, что в первое попадание Ричарда Блейбова ему тоже противостояли далеко не только люди. В «Бронсовом топоре» есть один психологически недостоверный момент. А Нахмансон этим не грешит. Несмотря на всю фантасмагоричность, описываемого им, его произведения, тем не менее, всегда психологически достоверны. Этот момент меня очень заинтересовал еще в первый раз, когда я прочел эту повесть в 90-е годы, первый раз. Я тогда не думал, как уже говорил, о ее конспирологической составляющей. И тогда я не смог этого объяснить, но я постарался себя убедить, что Нахмансон просто перенес этот момент странный из англоязычного подлинника. Но, боюсь, до конца я себя в этом так убедить и не смог. Психологически недостоверный момент следующий. Как я уже сказал, Ричард постоянно, как и положено такому герою, весь по горло в борьбе и любви. И на альбе за Ричарда ведут соперничество четыре женщины. И, понятно, женщины далеко не простые. Две королевы, принцесса и верховная жрица, очень могущественного религиозного культа. Причем успешнее всех за него соперничает жрица. Очень молодая, немыслимо умная, немыслимо красивая, но и во всех смыслах более чем достойная женщина. К тому же эта женщина на невероятно высоком уровне владеет магией. Кстати, по поводу магии. В мире альбы магия невымышленная. А это те самые способности прямого луча, о которых достаточно много говорит Иван Ефремов. Собственно, наиболее ожесточенное и беспощадное противоборство за Ричарда идет между этой жрицей, а также принцессой, которую зовут Таллин. И причина простая и прозаичная. У одной из королевы зародовано лицо, а вторая королева уже слишком стара. При этом принцесса Таллин еще ребенок. Невозможно наивный, невозможно капризный, невозможно взбалмошный. Канаке же, несмотря на то, что она еще очень молодая женщина, женщина очень умелая во всех смыслах, сдержанная, умная, коварная. И если Таллин только нравится Ричарду, то Канаке удалось добиться того, что он влюбился в нее и влюбился без памяти. И тем не менее, в борьбе за Ричарду побеждает Таллин. Вот такая вот юная, взбалмошная, наивная девочка. И побеждает далеко не на любом фронте. Невероятно, но вот в этой повести это так. Таллин оказывается более искусной интриганкой, чем Канаке. Но вижу, понятно, что это полная ахинея. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Искусство интриги очень тонкое искусство, и овладевать ему нужно очень и очень много лет. В Кровавых Лунах детально объяснено, как такое могло произойти. Соперничество за Ричарда вели не смертные женщины, а воплотившиеся в их тела богини. Лучше зачитаю насчет богов. В мире Альбы боги элементали. Точнее, обеих Альб боги элементали. Два мужчины и две женщины. Бог огня и бог воздуха. Богиня земли и богиня воды. И между ними идет соперничество. Завласть в этом мире. Богиня земли давно предсказала, что в их мир однажды придет Ричард. И именно его она и решает использовать, так сказать, как решающий фактор в этой борьбе. Кроме того, она создала культ Друсов. Как я сказал, очень могущественный религиозный культ. Точнее, самый могущественный религиозный культ на этой планете. Ей уже, в принципе, наверное, даже и без Ричарда. Была бы по силам одолеть остальных соперников богов. Тем не менее, Ричард может стать той самой последней каплей, которая окончательно укрепит ее власть. И тогда она в мире Альба окажется в положении нашего христианского, точнее, авраамического Господа Бога. Станет самым могущественным божеством на планете. Здесь, думаю, имеет смысл пояснить. С позиции концепции диска мир по ту сторону смерти существует. Я уже говорил, концепция эта построена на концепции реинкарнации. Но есть важная деталь. В этом мире нет никаких богов. Точнее, эта концепция исходит из двух известных принципов Гермиса Трисмегиста. Люди смертные боги, боги бессмертные люди. Счастлив будет тот, кто поймет это. И что на небе, то и на земле. То есть та сущность, которая в нашем мире сумела всех убедить, что она Господь Бог, христианский. Больше всего Он все-таки христианский, этот Бог, якобы Бог. На самом деле никакой не Бог. А это обманщик, который нас всех обманывает. То же, что Он получил в нашем мире, такую громадную власть, с позиции данной концепции, очень плохо. Это породило эволюционный перекос в нашем мире, так называемый инферно, который причиняет этой инферно немыслимое страдание всему живому. Также теория Диска исходит из того, что власть Господа Бога в нашем мире – дело временное. У людей свой путь, совершенная, отличная от пути Господа Бога. Собственно, именно поэтому из нее и вытекает необходимость богоборчества. В кровавых лунах Альбы эта мысль тоже выражена в полной мере. Только там людям по пути не с Господом Богом, а его вечным соперником, несущим свет Плюцефером, а с элементарным. Суть происходящего с Ричардом, когда он попал в Альбу в первый раз. Вернее, здесь будет все же правильнее сказать с Ричардом 2, а не с нашим Ричардом. Когда он попал в Альбу 2, второй раз, извиняюсь за вот эту путаницу, но иначе тут никак не скажешь. Богиня воды слишком поздно поняла, что богиня Земли ее кругом переигрывает, и приход Ричарда утверждает ее превосходство окончательно, раз и навсегда, и во всем. Кстати, это объясняет, почему у другие миры через компьютер Локда Лейтона может попадать только Ричард. Похоже, богиня Земли просто переместила его туда, и поэтому дала ему такую способность, а компьютер он только эту способность стимулирует. И богиня воды начинает судорожное соперничество за Ричарда, и тут не стесняется ни в чем. Сначала она воплощается в тела обеих королев, это оказалось неудачным. Потом она воплощается в тело Таллин. Таллин, по крайней мере, нравится Ричарду. Но и вот здесь у нее все срабатывает. Таллин сумела в интригах переиграть в канаке, потому что это была не Таллин, а это была воплотившаяся в нее богиня воды. Было ли такое в Альбе-1, когда пришел туда не двойник Ричарда, а настоящий Ричард? Могу привести только факты, они таковы. Дроссы давно предсказали, что в их мир придет Ричард, и очень ждали его прихода. Верховной жрецой Дроссов была очень старая и непривлекательная женщина. Но перед самым приходом Ричарда, ее на этом посту вдруг сменилась, но сшивательная красавица. И Ричард не мог припомнить, чтобы встречал когда-либо женщину красивее. Таллин, будучи еще ребенком, не могла быть более опытной и более умелой интриганкой, чем канаке. Это только сказать, только так сказать, те факты, которые жгут глаза. Три факта. Есть еще куча фактов, скажем так, не настолько заметных. Но я на них просто уже не буду здесь останавливаться. Кто захочет, может сам прочесть, уберите, повезти и попытаться сам сделать здесь выводы. Мне же, думаю, самым целесообразным будет продолжить проверку фактов в других произведениях цикла. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, как именно, вы видите на конечных доставках.